Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня звучали вопросы о том, нужны ли психологи коллективу. Да, я вот представитель как раз-таки такого коллектива, в котором есть психолог для сестер, и я занимаюсь с ними не только лекциями, но девочки могут приходить, и мальчики могут приходить ко мне на индивидуальную консультацию, где мы обсуждаем ту или иную проблему, конфликтную ситуацию, состояние человека. А вот эти вот 5-6 минут у меня было, да, я так понимаю? Эти 6 минут еще Екатерина Борисовна. А, отлично, спасибо, Екатерина Борисовна. Видимо. Я смотрю просто на таймер. О чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить с вами о бесконфликтном общении. Хочу сказать сразу, что понятие бесконфликтное общение, оно существует как термин, но отсутствует как феномен. Потому что не бывает бесконфликтных организаций, не бывает практически, не бывает бесконфликтного общения. Просто конфликты у нас у всех разные. Есть просто спор, в процессе которого мы приходим к какой-то истине, а есть конкретный тяжелый конфликт с выходом. И вот мы сейчас будем разбираться, что это такое. Давайте сначала поговорим о терминах. Конфликт – это взаимодействие людей с различными противоположными взглядами на одну и ту же проблему. И вот очень важно. Одно дело, когда ко мне приходят, я сразу следующий слайд покажу, это просто так не будем сильно разбирать, но ко мне приходит, например, клиентка, и она говорит, у меня ужасная невестка. Моя невестка хочет, чтобы мой любимый сын обеспечивал ее с ног до головы и просит у него каких-то абсолютно нереальных вещей. То есть она заявляет мне претензию к невестке, а в моем понимании это уже конфликт, я его уже по вот этой табличке разбираю, что он из себя представляет. Это однозначно будет деструктивный конфликт, дисфункциональный, и это будет реалистически, действительно, эта ситуация присутствует. А межличностный ли это конфликт? Пока что да. Но когда я задаю ей вопрос, а ваш муж вас содержать должен? Она говорит, безусловно, конечно, меня должен содержать мой муж. А когда я говорю, а другую женщину должен содержать ее муж? Она говорит, да. Ну, как бы это так, это нормально, мы к этому пришли, да, это у нас так принято, это нормально, она же в декрет уйдет, ей нужна поддержка. Понимаете, да? То есть вроде бы межличностный конфликт оказывается еще и внутриличностный. То есть любая претензия человека к человеку раскладывается по вот этой табличке. И как только вы перестаете говорить, там, Марь Ивановна, плохая женщина, а говорите, у нас с ней конфликт, это уже из деструктивного состояния становится конструктивным состоянием. Потому что конфликт – это то, что стремится к решению. Этот термин, от него хочется избавиться. Можно просто кого-то ненавидеть, но если есть конфликт, от него хочется избавиться. Поэтому очень важный момент, можете ее себе забрать, и периодически, когда чувствуете к кому-то неприязнь, или какое-то отношение такое не очень адекватное, возьмите эту табличку и посмотрите на нее, и поймите, что это такое, в каком вы кластере, почему вы так относитесь к человеку. Негативные функции конфликта, вот их тут много, времени у нас мало, заставляют меня постоянно читать психологию за 15 минут, что невозможно физически. Но вот самое страшное здесь у нас для коллектива – это шлейф. Самое страшное, что конфликт, который в коллективе присутствует, даже если его вовремя и продуктивно решить, он всегда оставляет послевкусие. И иногда конфликт появился, мы его решили, а шлейф длится какое-то время, длительное, и вроде бы не сильный, и вроде бы уже все решили все, но он все равно присутствует, и для коллег при взаимодействии внутри коллектива это всегда очень тяжело. Позитивные функции конфликта, их гораздо больше. Во-первых, это определение собственных ценностей. А что же я хочу-то от жизни? Да? Вот пока на меня муж не начал кричать, я и не знала, что не готова это терпеть. Да? Ну, никто никогда на меня не кричал, и я не знала, нужно мне это или не нужно. Как только начинает там руководитель с вами грубо разговаривать, вы так понимаете, о, это моя граница, я не готов это терпеть. Да? Ну, никогда с этим не сталкивался, а теперь столкнулся и понял, что да, это мой принцип, моя граница, я терпеть это не готов, я готов отстаивать эту границу. Ну, конфликты всегда объединяют единомышленников. Иногда есть такие специальные методы у руководителей, когда разжигается небольшой конфликт, чтобы объединить ту или иную, то или иное подразделение, особенно в котором есть конфликтная ситуация. Когда мы дружим против кого-то, наши внутренние конфликты, они кажутся абсолютно незначительными. Есть такие методы, они только очень аккуратные, только опытными руководителями используются, и действительно достаточно хорошо работают. Обязательно способствуют расстановке приоритетов. Вы четко понимаете, что для вас важно, а что для вас нет. Мы начинаем привлекать консультантов. Когда мы садимся за стол переговоров и понимаем, что мы не разберемся без юриста, мы не разберемся без экономиста, мы не разберемся без психолога. Внутрисемейный конфликт позволяет расширять зону доверенных лиц, с которыми можно решать проблемы. Очень много методов разрешения конфликтной ситуации. Для начала нужно принять, что это процесс, и что вам он некомфортен. И тогда методы и люди появятся очень быстро, потому что у нас есть я, у нас есть замечательные руководители, к которым можно обратиться. Практически каждый заведующий отделением, он всегда за то, чтобы отношения в коллективе были спокойными и всегда достаточно конструктивно разбирает все ситуации, которые возникают. Если мы конфликтуем с клиентом, если мы конфликтуем с пациентом, мы должны четко понять, мы с ним конфликтуем или он с нами. Да, у кого претензии друг к другу. Это тоже позволит нам быстрее решать этот конфликт, как только мы поймем, что сделать, чтобы он исчез, это состояние. Сейчас, секундочку. Это нужно запомнить, да? Бесконфликтных не существует. Сейчас 15 общих рекомендаций, что делать, чтобы конфликт не развивался. Постоянное внимание к партнеру. Самая главная проблема всех споров и конфликтов это эгоцентризм. Это концентрация на себе самом. Я хочу, мне некомфортно, мне не нравится. Мне хочется, чтобы было так, как мне хочется. Но есть еще другой человек. И ставьте себя регулярно на место своего оппонента. И когда мы ставим себя на место своего оппонента, мы иногда очень сильно удивляемся. Я практикующий психолог, и когда у меня есть семейное консультирование, семейные сессии, я прошу иногда меняться местами, поиграться вот в эту игру. И люди так честно, искренне удивляются, что оказывается такая сложная позиция у человека, что оказывается ему так сложно в этой ситуации существовать. Совершенно иначе на это смотрим. Обязательно доброжидательное, уважительное отношение. Те, кто из моих коллег знают меня по палеотиву, я всегда говорю, не бойтесь ставить себя на место пациента. Чего бы вы хотели в вашем тяжелом состоянии. Но у нас сейчас, учитывая эпоху гедонизма и дичайшего страха смерти, медицинский работник не может себя поставить на место пациента, особенно тяжело больного. Не дай бог, а вдруг, а мысль материальная, про материальность мысли. Мы отдельно разговаривали, где ваши лексусы, где ваши мужья самые лучшие, если вы об этом постоянно думаете. То есть, ну, а вот очень полезно встать на место своего оппонента и понять, а что же я должен сделать, чего бы я хотел, если мне так тяжело. Обязательно доброжелательное, уважительное отношение. Естественность, отражение своих чувств, чувства собеседника. Самый лучший метод подстройки к человеку, с которым вы беседуете, неважно, в конфликте или это просто ведение переговоров, это метод зеркала. Садитесь, как он, начинайте говорить, как он, по громкости, по темпу, ритму речи. И тогда человек начинает к вам подключаться. Особенно хорошо это работает со слабленными, ну и вообще, в принципе, с пациентами, потому что они находятся в угнетенном состоянии, потому что редко они к нам приходят по хорошему поводу. Обязательно сочувствовать и испытывать участие. Ну и подчеркивать общность интересов. Подойти и сказать, Людмила Петровна, у нас с вами конфликт, я не хочу, чтобы он между нами был. Он нам мешает работать. У нас же с вами общая цель, чтобы пациентам было комфортно и чтобы руководители нас сильно не дергали. Ну давайте сядем, поговорим об этом, пожалуйста. Коммуникация в коллективе, как правило, очень поверхностная. Ну это все обусловлено еще и современной тенденцией к компьютеризации. Мы вообще, да, цифровая псевдодебильность, и не обзываясь сейчас, это реальный феномен, оно, к сожалению, присутствует. Оно сделало так, что синдром гиперактивности и дефицита внимания у детей перерос в молодой возраст. Теперь он буйствует в университетах. А это все за счет того, что вот мы очень сильно сконцентрированы на гаджетах. Научитесь признавать правоту, если человек прав. Если вы в процессе крика, когда немножечко откатывают эмоции, понимаете, что, господи, он же прав. Ну скажите ему, вот я сейчас понял, что вы правы. Мне очень неловко, но вы правы, спасибо вам за этот конфликт, я теперь понимаю, что вы правы, и мне становится спокойнее. Нужно быть выдержанным, иметь самоконтроль. Я всегда рассказываю историю, когда я лежала с ветрянкой во взрослом возрасте, потому что я работала в центре СПИД, и не заболеть ветрянкой в центре СПИД. Это как-то, ну, странно было бы, да, не переболев ею в детстве. И старшая сестра в инфекционном отделении очень сильно отчитывала какую-то из сестер, очень громко. А кафельные стены инфекционного отделения отражали это втройне. Я сидела у себя в палате и думала, вот интересно, либо старшая сестра очень нервная, и как же она управляет, либо что ж такого натворила обычная сестра, что она на нее так кричит, а если она сейчас придет ко мне и вколет не то и не туда что-нибудь. Ну, в общем, тревога была у всего отделения, мы все так выглядывали из кабинетов и не понимали, что происходит. То есть критиковать грамотно тоже нужно уметь, но это совсем другая история, это отдельная лекция. Обязательно опираться на факты и не развозить на много-много лет конфликт. Старайтесь решать его конкретно, быстро, сразу. Обязательно нужно предлагать альтернативы. Критикуете, предлагайте. Не получается решить какую-то проблему, сядьте, подумайте вместе, как ее можно решить. Обязательно нужно демонстрировать заинтересованность в том, чтобы конфликтов не было или они были минимальными. Обязательно повышать значимость партнера. Я вас очень уважаю, правда, вы очень важны для меня как наставник, как коллега, давайте разбираться, что происходит. По поводу вербальных и невербальных методов только что рассказала про зеркало. Смотрите, очень важно исключать ошибки на входе. Совершенно логично, когда люди, приходящие на руководящую должность, собирают себе коллектив сами. Но это нормально, абсолютно. И если, например, коллектив старый и сработаться с руководителем не смог, совершенно логично, что кто-то уходит. Почему это важно? Потому что, когда мы приходим в команду, мы говорим, мы понимаем, чего вы хотите от нас, а вот вам инструкция по эксплуатации меня. Ну, должны так говорить, потому что обычно так не происходит. Мы приходим на собеседование, нам рассказывают про организацию, а мы-то про себя, как про свою организацию, это ошибка, не рассказываем. А ведь у нас тоже есть нюансы. Можно сказать, хвалите меня, пожалуйста, регулярно, я от этого лучше работаю. Если вы хотите мне что-то честно сказать, говорите сразу, да? А мне лучше пишите, потому что я такой взрывной человек, да? Если у вас есть ко мне претензии, я молю вас, напишите мне в WhatsApp. Я попсихую и сделаю все как положено. Это не сложно, это нюансы, но это индивидуальный подход к сотрудникам. И обозначая это, это мы помогаем нашим руководителям с нами и взаимодействовать. Вот откуда ошибки на входе. Это, знаете, как проблема всех отношений между мужчиной и женщиной. Мы задаем очень мало вопросов на входе. Мы так друг друга любим, у нас столько гормонов. Вот через три месяца узнаем, что у него жена, оказывается, была все это время, а спросить было неудобно. Он же вроде как бы все время рядом был. В общем, ситуаций таких крайне много, действительно. Ну и формула позитив-конструктив-ответственность. Позитив. Нужно искать везде позитивные изменения. Конструктив. Ну вот по-человечески, да, учитесь взаимодействовать как профессионалы. Да? Я всегда говорю, помимо нас с вами, у каждого человека столько боли, столько бед своих. Ну не добавляйте, правда. Приходя в чью-то жизнь, оставляйте там свет. Это профессионально. Мы же с вами работаем в социально значимой профессии. Мы стараемся помогать пациентам и вредим друг другу, да, отстаивая какую-то позицию, меряемся там значимостью, да, определенной. Ну это непрофессионально, правда. И взаимная ответственность. Делите всегда на всех. Да? Если видите, ошибся человек, подойдите, станьте плечом и скажите, это мы ошиблись, это я не объяснила. Защищайте друг друга. Этот человек вытянет вас потом. Это очень важно. Ну и обучение. У нас есть четкий график, по которому все мои коллеги, медицинские сестры, с врачами сложнее, врачей собрать сложно, сестры ходят прекрасно на лекции. У нас есть эффективный тайм-менеджмент, у нас есть навыки управления для старших сестер, у нас есть профилактика синдрома эмоционального выгорания, у нас есть конфликты, что это такое, как с этим работать. И мы регулярно собираем, и собирается большой коллектив, мы обсуждаем, люди звонят, приходят и говорят, у меня с коллегой такой-то конфликт, помогите. Ну и плюс ко всему, мы сейчас очень мощно занялись проектом наставничества, не просто для галочки, это будет работающий документ, будет завязан на мне, мы будем собирать совет наставников, это будет такой серый кардинал управления нашей организацией, и мы будем этот вопрос реально решать. И эти люди реально будут получать навыковые знания, как сохранять в отделениях хорошую обстановку, как решать конфликты, как быть душой отделения и светить там, где кажется, что совсем темно. Ну и последний такой лайфхак, Дарю забирайте, я его очень много где уже рассказывала, это принципы работы с агрессией. Когда я задаю вопрос, уважаемые коллеги, а как вы реагируете на агрессию пациентов? Мне говорят, ну как, как, молчим и улыбаемся. Я говорю, а дома? Они говорят, дома орём в ответ. Ну потому что надо же как-то отстоять свою позицию. Первое и самое главное, что нужно понять, когда агрессирует на вас любой человек, коллега, родственник, какой-то человек на улице, в метро, запомните, как аксиому, у него внутри боль. Чем сильнее человек реагирует даже на простые ситуации, тем сильнее у него внутри боль. Мне обычно говорят, да какая у неё там боль, она просто очень вредная женщина по жизни. Я говорю, вот представьте себе, насколько сильна в человеке внутренняя боль, что он приобретает такой статус. Да? И это профессионализм, это очень сложно. Я тоже первое время, меня кто-нибудь толкнёт в метро, да, что-нибудь скажет, у меня такое неприятное, я так, я же умею красиво ответить. Но потом говорю, Александр, ну вы же психолог, но вы же людям какую лекцию-то читаете? Человек, значит, вот в плохом настроении из дома вышел. Мы, а вдруг у него мамы нет? Да? Очень помогает эта фраза. Ну потому что, правда, откуда мы знаем, какую войну каждый день человек ведёт там, за дверьми, того места, где мы встретились? Ну, Бог его знает. И это очень важный момент, и очень важно понимать, что в медицине человек не кричит на вас. Мы же обычно как, ага, идёт на нас орать, сейчас мы будем отстаивать свои внутренние границы, сейчас мы быстро ему расскажем, на кого жалобу писать. Да? Запомните, человек не кричит на вас, он кричит вам, а это совсем разные позиции. Он кричит вам. Крик о помощи. Да? У нас вообще сложно с проявлением эмоций. Нам плакать надо, а мы кричим. Вроде так более принято, да? Что нужно делать? Научиться включать сочувствие. Ни сопереживание, ни жалость, потому что будет смешное лицо, и вы вызовете ещё большую агрессию, да? А именно сочувствие, которое внутри звучит. Я вижу твою боль, это не моё. Это твоя боль. И я её вижу. Я вижу её. И когда хотите поддержать онкобольного пациента, если у вас не было опыта жизни с этим заболеванием, не говорите, я понимаю вас. Вы его не понимаете. Но можно сказать, я вижу, как вам тяжело, мне очень жаль. Это будет честная поддержка. Следующий момент. Не стой под стрелой. Кто-нибудь ходил когда-нибудь на бизнес-тренинги? Ну, вдруг. Угу, две руки. Отлично. Какое самое главное правило ведения переговоров? Это нечестно вы знаете. Нет вариантов никаких? Что? Раньше. Ещё раньше. Нельзя стоять напротив. Если вы пойдёте на свидание и сядете за столик напротив, вы подсапаетесь 100% к концу. Ну, по крупному или по мелкому, но 100%. Потому что это физиологическая реакция. То есть, да, все самцы, когда дерутся, они друг напротив друга. Там никто не ходит кругами, да? Самое главное, нельзя стоять действительно напротив друг друга. Екатерина Борисовна, можно я вас потрогаю? Я буду кричать. Слышно? А теперь? Человек вот приходит ко мне, родительница. Вот. Не дали выпендриться. В общем, Екатерина Борисовна идёт и орёт на меня благим матом. Хочет мне что-то сообщить. Ну, в общем, что-то сообщить хочет. Если она моя коллега, и у нас есть доверительный контакт, и у нас, мы обнимаемся, когда поздравляем друг друга с днём рождения, да? То есть, тогда я делаю вот, как я говорю, Екатерина Борисовна, подожди, подожди кричать, рассказывай. Да плохо мне. Понимаете? Я ушла с линии огня. Я иду с ней в одну сторону. Если это человек, которого я не знаю, ну, какой-то пациент, и вот он на меня кричит, мне, извините, не на меня, мне кричит пациент, я стою вот так. Я наклоном головы показываю, что я заинтересована. Я смотрю в глазки. Не любите смотреть в глаза, смотрите в район переносицы. Я смотрю, но я ушла. Она будет кричать, а человек ищет мишень, она найдёт меня. Повернитесь ко мне лицом. Она найдёт меня. Я тихонечко встану ещё раз с боком. Это очень важно. Это действительно работа. Это чистейшая, спасибо огромное, это чистейшая физиология, здесь нет никаких нюансов. Следующий момент. Дать слить. Если эмоция началась, она может спокойно закончиться. Не надо её бетонировать. Обычно всё потом взрывается, две минуты, взрывается контейнером огромным, потому что мы складываем, складываем, складываем. Есть хорошая мантра. Я чувствую гнев, я его осознаю, я его принимаю, и я его проживаю. Мы говорим, эмоции разрешаю. Будь. Да? И когда человек пришёл к нам, кричит, ему плохо, а мы ему, что? Что? Да сами вы такой. Мы сидим, какую жалобу. Сейчас пойдёмте, я на вас, вы на меня пойдёмте, расскажу, как писать. То есть помолчать можете, просто в ответ. Я сама выросла в спид-сервисе, 10 лет работала в центре спид. В спиде очень часто умирают молодые. И мама подходит уже к инкурабельному пациенту и говорит, у мамы первый какой вопрос всегда? Почему вы его уже не кормите? Да? Потому что, ну, инкурабельных так на тот момент мы нутритивно не поддерживали. Да и сейчас не всегда. И она говорит, почему вы его уже не кормите? Говорим, потому что, если мы его будем кормить, он подавится и умрёт ещё быстрее, потому что глотательного рефлекса нет. Она говорит, ага. И вот тут главное проконтролировать, чтобы она йогурт там его не начала кормить, пока вы не видите. А потом она подходит и спрашивает, а почему вы его уже не капаете? Ему же плохо, ну, ему же не лучше. Давайте капать его будем. Мы понятным языком объясняем, что кровеносная система сейчас находится, в основном в туловище, да? Сердце не гоняет кровь. Я не говорю генерализованно. Они не понимают этого слова. Кровь находится в туловище, и если мы будем его капать, мы зальём лёгкие, он умрёт ещё быстрее. Она говорит, ага. Выходит из реанимации и начинает благим матом орать на сестёр. А у вас здесь грязно, а вы грубая, а вы вот это, а вы вот это. И девочки были обучены этой технике. Она не кричит на них, она кричит им. Да? У нас вообще плакать не принято. Помните, у нас на похоронах бабушки всегда сидели такие старенькие, в изголовье грубое, и очень тонко плакали всегда. Для чего они были, знаете? Что? Расплакать. Кого? Мужчин. Совершенно верно. Расплакать мужчин тонкими голосами, чтобы мужчина, поплакав на похоронах, потом где-нибудь инфаркт, инсульт не заполучил внезапный. А у нас плакать не принято, у нас есть новопосит и прочие, да, прекрасные препараты. И мама не может выйти и тихонько поплакать, что умирает ребёнок. Она начинает орать, но на сестёр. И что нужно было сделать дальше? Задать один вопрос. Ну, вот в двух модификациях. Просто помолчать, постоять рядышком. Она немножко выдыхает, и мы задаём ей вопрос, чем я могу помочь вам прямо сейчас. Прямо сейчас ключевое слово. Потому что просто спросите, чем могу помочь, она скажет, соберите на похороны. А если у вас нет фонда или каких-то контактов, это будет очень сложно сделать. Поэтому мы говорим, что в моей компетенции сделать здесь и сейчас. Они обычно успокаиваются, просят воды, пакет для вещей, позвонить мужу. То есть чего-то такого простого и понятного, что вы реально можете для них сделать. Иногда роль психологов и медицинских сестёр в плане какой-то психологической поддержки очень раздута. Мы не начинаем с тяжелобольными использовать каких-то вычурных методик, доставать там опросники по 500 вопросов и просить там кого-то их заполнять. Иногда наша задача сесть рядышком и сказать, мне очень жаль. Как и сестёр задача. Просто побыть рядом. Просто пока человек плачет, посидеть тихонечко рядом. И это в ваших силах. И это не стоит дорого. И это не занимает много времени, как вам кажется. Нет. Это очень простая техника. Забирайте, раздавайте сёстрам. Она реально работает. Ей много лет. Если остались какие-то вопросы, можно мне писать, звонить. Субтитры создавал DimaTorzok